Юная планета Земля Субтитры создавал DimaTorzok Десятилетиями, кроеугольным камнем естественных наук, являлась теория эволюционного происхождения жизни на Земле. Считалось, что наша планета возникла в результате медленного охлаждения расплавленных горных пород, которые в течение 4,5 миллиардов лет преобразовались в граниты, ставшие основанием нынешних материков. А есть ли научные данные, противоречащие теории длительных постепенных преобразований? Что если существуют доказательства быстрого образования гранита? Что если ущелья Великого каньона возникли в результате непродолжительной эрозии? А отложение составляющих их осадочных пород заняло несколько дней? Что если уголь и нефть совсем не долгожители и появились на Земле не так уж давно? И что если динозавры обитали не миллионы, а всего лишь тысячи лет назад? Факты свидетельствуют, историю нашей планеты нельзя объяснить только законами природы, на которых зиждется теория эволюции. Итак, мы вынуждены рассмотреть другую модель возникновения и развития жизни на Земле, согласно которой в прошлом скорость геологических процессов была значительно выше, чем в наши дни. Поэтому изменения в структуре земной коры происходили намного быстрее. Так что в действительности Земля совсем юная планета. А существуют ли научные труды, опровергающие эволюционистскую точку зрения о древнем возрасте Земли? Доктор Роберт Джентри, ученый из Уакриджской лаборатории штата Тенниси, обосновал гипотезу о сравнительно недавнем возникновении нашей планеты. В 1977 году в компьютерной сети обмена научно-исследовательской информацией появилось сенсационное сообщение по материалам публикаций доктора Джентри. В прошлом физические законы, возможно, действовали иначе. Земная кора сформировалась не в результате постепенного охлаждения и затвердевания горных пород в течение миллионов лет, а их почти мгновенной кристаллизации. Некоторые геологические образования возникли не сто миллионов лет назад, а всего лишь несколько тысяч. Допустим, что это предположение верно. Тогда рушится вся стройная система естественных наук, останутся лишь несомненные факты, а их совсем немного. Однако эти и другие столь же спорные для традиционной науки суждения были изложены в ведущих научных журналах Nature, Science, ежегодный обзор ядерной науки и в других. Приведенная выше цитата имеет отношение и к работе доктора Джентри по окаменелой древесине с колорадского лото, обширного района, в который входят штаты Колорадо, Юта, Аризона, Нью-Мексико и Невада. С помощью современного лабораторного оборудования он изучил образцы углеобразной древесины на предмет радиоактивности, подсчитал, сколько времени требуется для образования каменного угля, установил возраст данной породы и возраст самой Земли. Субтитры создавал DimaTorzok 2000 футов или 600 метров под землей. Уголь Один из основных источников энергоресурсов. Прежде чем устанавливать возраст угольных пластов и время их формирования, посмотрим сначала, как и из чего они образуются. Мы находимся в угольной шахте в штате Юта. Этот ствол дерева почти полностью превратился в каменный уголь. Здесь, в шахте Прайс, сотни окаменелых деревьев. Можно предположить, что при определенных условиях давления, температуры, влажности, с течением времени, древесина и остатки высшей растительности превратятся в уголь. Вопрос в том, сколько на это уйдет времени? Роберт Джентри, вместе с сыном Дэвидом, занимаются исследованиями в этой области. Чтобы ответить на поставленный вопрос, нужно изучить образцы окаменелой древесины из урановых рудников, наряду с этими, найденными в угольных шахтах в районе Прайса, штат Юта. Вот этот образец окаменелой древесины взят из уранового рудника в Лассале, штат Юта, предполагаемый геологически и возраст 140 миллионов лет. А этот образец окаменелого дерева был извлечен из уранового рудника у горы Темпл в штате Юта. Его предполагаемый возраст также составляет около 140 миллионов лет. Но взгляните, как они похожи между собой, и в то же время похожи на третий образец. Различить их практически невозможно. Но что интересно, третий образец был получен из свежей древесины всего несколько недель назад. Сильное исходство не случайно. В самом ли деле образцы окаменелостей, извлеченные из урановых копий, на 140 миллионов лет старше обычной обугленной древесины, полученной нами в результате эксперимента. Ответ отрицательный. Образцы окаменелого дерева, взятые в урановых шахтах, являются замечательным тому свидетельством. Чтобы в этом убедиться, нужно сделать микроскопический срез породы, пропитать эпоксидной смолой и поместить на предметное стекло микроскопа. Посмотрите на эти снимки. Под микроскопом можно увидеть светящиеся ореолы круглой или эллиптической формы. Это результат действия радиоактивных частиц, излучаемых из точечных центров. Для образования структур в форме эллипсов и окружностей требуется особая, строго определенная последовательность удивительных превращений, которые полностью опровергают теорию о древнем происхождении каменного угля и однозначно указывают на его молодой геологический возраст. Каков этот возраст? В 1976 году в октябрьском номере журнала Science я опубликовал результаты моего исследования о каменелых деревьях. Необычные значения соотношения урана и свинца дают право утверждать, что первоначальное проникновение урана и углеобразования вероятнее всего имели место в течение последних тысячелетий. Другими словами, я высказал предположение, что уголь по геологическим меркам образовался очень быстро. В 1976 году в научной литературе не было опубликовано ни одного подтверждения полученных мною данных. Таким образом, по результатам экспериментов мы вправе сделать однозначное заключение. Геологи считали, что эпоха Эоцена имела место около 60 миллионов лет назад. Меловой период около 110 миллионов, юрский около 160 миллионов, и триасовый около 225 миллионов лет назад. Однако полученные результаты противоречат такой периодизации и указывают на одновременное погребение растительности под толщами осадочных пород всего несколько тысяч лет назад. Они одинаково справедливы при определении происхождения и возраста любых видов каменного угля. Залив Кэтрин-Хилл, Австралия. Недалеко от побережья у мыса Флет-Рокс находится чрезвычайно интересный геологический объект. Древнейшее дерево. Можно видеть, как ископаемые остатки этого почти четырехметрового великана расположились в нескольких слоях осадочных пород между двумя угольными пластами. Год назад, когда шахтеры прошли несколько угольных пластов и наткнулись на дерево, они увидели, что его основание упирается в самый нижний пласт. Затем это основание рассыпалось. Но даже сейчас видно, что ствол проходит через наслоения, которые по общепринятой научной методике подсчета возраста геологических пород накапливались сотни тысяч лет. А такого быть не могло, потому что древесина должна прогнить задолго до того, как исчезнет под отложениями осадочной породы. Скорее всего, это дерево — молчаливый свидетель поэтапного погребения под слоями вулканического пепла, выброс которого имел место минимум дважды. Выбросы пепла происходили через короткие промежутки, так как это было во время катастрофы у горы Святой Елены в штате Вашингтон, когда вулканический пепел накрыл сразу тысячи деревьев. Но если уголь образовался быстро, то должны быть случаи, когда геологам трудно объяснить его происхождение за счет медленного накопления растительности. Давайте рассмотрим, как происходило образование каменного угля в удивительном по красоте месте бассейне реки Паудер, продекающей по территории штатов Вайоминг и Монтана. Недалеко от города Жилет в штате Вайоминг можно своими глазами увидеть огромные залежи каменного угля благодаря применяемому здесь открытому методу добычи. Кажется невероятным, но в карьере Игл Батт мощность угольных пластов достигает 37 метров. Это месторождение, лишь небольшая часть крупного каменноугольного бассейна Паудер-Ривер, который занимает гигантскую площадь в 250 тысяч квадратных километров и простирается от горного массива Блэк-Хиллж на востоке до гор Бигкорн на западе. Северная граница бассейна река Йеллоустоун в штате Монтана, южная точка Каспер, штат Вайоминг. Десятилетиями неистощимые запасы угля притягивали сюда геологов. Результаты геолого-разведочных работ были опубликованы в майском номере журнала ЭРС за 93-й год. Вот некоторые выдержки из статьи «Уголь из бассейна Паудер-Ривер». Геологическая загадка, экологическая дилемма. Месторождения этого бассейна состоят из угольных пластов огромной толщины и удивительной однородности. Как правило, по мере длительного накопления породы происходит загрязнение глины. Уголь из Паудер-Ривер не содержит глиняных прослоек, хотя мощность некоторых пластов более 60 метров и простираются они на большие расстояния по всей территории бассейна. Ширина залегания пластов около 80 километров, длина порой сотни километров, отмечает геолог из Университета штата Вайоминг Джеймс Макклерк. Эти месторождения просто необъятны. Макклерк занимается изучением этого бассейна более 10 лет и утверждает, что ни в каком другом месте на Земле нет угольных пластов толщиной более 15 метров. Ученые и геологи считают, что в этом месте скрыта какая-то тайна. Бассейн изучает более 100 лет, в основном, чтобы выяснить, что способствовало формированию таких мощных слоев породы, или точнее, почему в угле отсутствуют глина и другие примеси, которые неизбежно должны накапливаться по мере утолщения пластов. Макклерк задается вопросом, возможно ли, чтобы природные условия на Земле не менялись в течение неопределенно долгого времени, которое потребовалось для возникновения слоев угля толщиной 60 метров. Однако, для образования любого вида угля требуется строгая последовательность событий. Если хотя бы одно звено в цепи событий отсутствует, уголь вы не получите, поясняет Макклерк, а слои мощностью 60 метров с низким содержанием примесей блестящее достижение. Это примерно то же самое, как если бы вы надели на глаза повязку, покружились на месте, а затем попали из ружья в центр мишени сто раз подряд. Существуют ли лабораторные доказательства тому, что образование угля скоротечный процесс? С помощью опыта Роберт и Дэвид Джентри попытаются ответить на этот вопрос. Сначала мы взяли кусок древесины, поместили в стальную трубку, добавили воды, а затем тщательно закупорили. После этого поместили трубку на две недели в печь, нагретую до 160 градусов Цельсия. Что же мы получили в результате эксперимента? Продолжение следует... Расследует... ... ... ... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Исследователи из Эксона установили, что вода неотъемлемый компонент в процессе синтеза нефти Все попытки синтезировать нефть не удавались до тех пор, пока сильно нагретая вода не была подана в реактор, где находились образцы окаменелой растительности По завершении эксперимента на поверхности воды обнаружили слой нефти Такой результат указывает на возможный альтернативный путь получения нефти с использованием перегретой воды в качестве главного компонента В статье отмечалось, что это открытие камня на камне не оставит от укоренившихся взглядов на процесс образования нефти В действительности же сама природа бросает вызов общепринятой теории Невероятно, но факт Есть данные о формировании запасов нефти в современный период в Гуаймасском бассейне Калифорнийского залива Их опубликовала группа ученых Орегонского государственного университета В настоящее время в этом заливе на глубине почти 2000 метров находится скопление органических отложений, состоящее из морских водорослей и других органических веществ А еще ниже расположен горячий источник, откуда перегретая вода выбрасывается наверх, проникая сквозь эти отложения Гидротермальная нефть из Гуаймасского бассейна практически неотключима от сырой нефти из скважин Значение этого открытия трудно переоценить Версия об образовании огромных залежей сырой нефти по всему миру, благодаря аналогичным гидротермальным процессам, имеет полное право на существование Удивительно, но нефть не вытекает из подводных резервуаров в морскую воду Вместо этого она скапливается в так называемых закрытых системах Можно предположить, что всемирный потоп сильно способствовал появлению гигантских запасов нефти на Ближнем Востоке и других нефтеносных районах Вся земная растительность была залита потоками горячей воды, что мы сейчас и наблюдаем в Гуаймасском бассейне Так могло появиться на свет черное золото В зависимости от конкретных условий захоронения, органические вещества превращались в нефть или уголь Существует ли модель развития Земли, которая учитывает эти сенсационные открытия и допускает вероятность более быстрого, чем предполагалось ранее, образования мировых запасов нефти и угля? А что говорит Библия об истории Земли? Священное Писание повествует, что отсчет земной истории начался около 6 тысяч лет назад Вначале планета была покрыта буйной растительностью, которая 1700 лет спустя была уничтожена всемирным потопом Сделанные мною открытия вписываются в эти временные рамки и не противоречат библейской истории о затоплении Земли водами потопа В 1927 году Ноэль Оделл обнаружил остатки морских ракушек у самой вершины горы Эверест По Библии в конце потопа горы стали подниматься из-под вод Поэтому неудивительно, что на Эвересте были найдены раковины морских моллюсков А уголь и нефть? Они тоже возникли в результате сильнейшего наводнения, когда под водой исчезла вся земная растительность В Библии есть указания на частые вулканические извержения в бассейнах океанов во времена предшествовавшие потопу Разверзлись источники великой бездны Это очень важное свидетельство, так как недавно океанологи обнаружили крупное скопление вулканов Более тысячи на небольшом участке дна в Тихом океане Площадь этого района приблизительно равна площади штата Вашингтон Вполне вероятно, дальнейшие исследования океанологов добавят научных открытий в этой области Масштабы вулканической активности во время потопа и ее разрушительную силу Можно наглядно представить себе на примере самого крупного извержения вулкана за последние несколько сот лет 18 мая 1980 года произошел взрыв равной по мощности взрыву около 20 мегатонн тротила Который сопровождался гигантским оползнем с северной стороны горы Святой Елены Выброс сверхперегретого пара, вулканического пепла, грязи Сравнял с землей лесной массив площади почти 400 квадратных километров Ломая вековые сосны, как щепки Часть поползня обрушилась в озеро Спирит Отчего по озеру прокатилась гигантская волна высотой 80 метров Новые отложения вызвали подъем дна в среднем на 90 метров Это привело к подъему уровня воды почти на 75 метров Огромная волна смыла в озеро Спирит множество поваленных взрывом деревьев На этом примере видно, как под напором бушующей водной стихии погибла земная растительность Плавающих стволов деревьев на поверхности воды сейчас вдвое меньше, чем сразу после извержения Другая половина уже покоится на дне Если бы извержение вулкана произошло под водой, то мощные волны, по высоте в сотни раз больше той, что прокатилась по озеру Спирит Подхватив продукты извержения, разнесли бы их по огромному участку суши А если представить, что заговорили бы тысячи таких вулканов То разрушительная сила всемирного потопа могла полностью перекроить земной ландшафт Возникает вопрос, можно ли с помощью Библии, повествующей о потопе, объяснить другие геологические феномены Например, образование Великого каньона Некоторые геологи убеждены, что осадочные породы накапливались здесь миллионами лет Но это не так На самом деле, геология Великого каньона согласуется с теорией затопления суши водой Чтобы понять, откуда проистекали воды потопа и куда они потом исчезли Какие геологические изменения произошли во время затопления Мы обратились к доктору Уолтеру Брауну, преподавателю Военно-воздушной академии Соединенных Штатов Америки Его разработки по теории гидроплит дают ключ к пониманию многих тайн природы, связанных с глобальным наводнением и его последствиями Таинственные явления, ранее считавшиеся необъяснимыми, теперь трактуются многими учеными как результат всемирного потопа Воды которого изверглись из подземных хранилищ При этом высвободилась энергия, превышающая энергию взрыва 10 миллионов водородных бомб Согласно этой теории, как горные массивы, так и залежи нефти и угля Образовались в очень короткий срок Она объясняет быстрый дрейф континентов, причины возникновения огромных разломов океанского дна Сотен каньонов и вулканов, в том числе и Великого каньона Полезных ископаемых и наступления так называемого ледникового периода В эпоху, предшествовавшую потопу, на Земле, вероятно, был один громадный континент С буйной растительностью, морями, реками, невысокими горами и большим количеством подземных вод Часть которых впоследствии заполнила современные океаны Вода находилась в сообщающихся резервуарах, линзообразной формы, высотой около 800 метров, на глубине около 16 километров под землей Нарастающее гидростатическое давление в подземных хранилищах распирало земную кору, подобно воздушному шару, наполняемому воздухом Разлом земной коры начался с одной микроскопической трещины, которая росла со скоростью 5 километров в секунду Следуя по пути наименьшего сопротивления, за два часа она прошла через всю планету Земная поверхность треснула, как плотно облегающая одежда, по шву Подземные воды находились под огромным давлением из-за тяжести, накрывавшего их 16-километрового слоя горных пород Вода стремительно выплеснулась из мест разломов Согласно расчетам, из-за поясавшей земной шар трещины, со сверхзвуковой скоростью вылетали струи воды высотой 30 километров Водяная пыль из гигантских фонтанов разносилась по всей земле Начались изнуряющие дожди, каких не было ни до, ни после потопа В Библии сказано, что все источники Великой Бездны разверзлись в один день С помощью теории гидроплит мы можем теперь научно обосновать причинно-следственную связь этих событий, имевших место 4,5 тысячи лет назад Источники Великой Бездны и расширяющийся пар вызвали ураганные ветры Пройдя через слои холодной стратосферы, часть воды замерзла и превратилась в кристаллы льда сверхнизкой температуры От выпадения которых гибли, задыхаясь многочисленные животные Вода под большим давлением размыла горные породы по обе стороны разлома И даже подняла в воздух известковые отложения реликтовых морей Грязевые потоки залили землю, затем грязь осаждалась, накрывая растения и животных Остатки которых мы находим сейчас Вырванные с корнем растения переносились течением воды И в местах скопления быстро превращались в нефть и уголь в результате процессов, которые сегодня мы можем воспроизвести в лаборатории Эксперименты показали, что из-за вымывания разлом увеличился настолько, что сжатые горные породы, над которыми располагались подземные хранилища воды, резко поднялись вверх Так появился подводный атлантический горный хребет, который опоясывает земной шар, подобно шву на футбольном мяче Континентальные плиты, или так называемые гидроплиты, которые покоились на воде, стали удаляться от поднимающегося атлантического горного хребта с небольшим ускорением Когда скорость их движения достигла 72 км в час, началось их сжатие, утолщение и прогиб Части гидроплит, которые прогнулись кверху, образовали горы Те же, что ушли вниз, образовали океанские впадины Вот почему горы и впадины расположены параллельно океанским кряжам, от которых они отделились Гидроплиты, сползая с океанических хребтов, оставили после себя естественные резервуары, куда стекали воды потопа Каждое континентальное водохранилище до краев наполнилось дождевой водой или жесточной водой из других водоемов, расположенных выше над уровнем океана Так на земле появились многочисленные озера Постепенно они переполнились водой, которая начала вытекать через небольшие расщелины, образовавшиеся у края, все больше и больше размывая мягкие осадочные отложения Затем скорость течения усилилась настолько, что со временем все озерные воды стали просачиваться через эти глубокие ущелья Так на земле появились каньоны Самый большой из них Великий каньон К северу-востоку от каньона когда-то было гигантское озеро, я назвал его Гранд Лейк Оно было больше, чем пять великих американских озер вместе взятых Переполнившие его воды устремились на юг Промыв скальную перемычку И образовав Великий каньон в течение нескольких недель Быстрое осаждение и накопление продуктов наводнения в результате приливов и отливов Сделало невозможным вымывание осадочных слоев Предположим, это был длительный процесс, как считают эволюционисты Тогда должны существовать убедительные доказательства водной и воздушной эрозии Сменяющих друг друга геологических формаций, подверженных атмосферным влиянием на протяжении миллионов лет В осадочных породах, образующих Великий каньон, практически невозможно найти следы какой-либо эрозии Вместо этого мы видим равномерное наслоение, что вполне согласуется с теорией глобального наводнения И, соответственно, быстрое отложение пород Эрозия началась уже после того, как все слои были сформированы Когда же образовался сам каньон? Свежие наслоения осадочных пород не могли быстро затвердеть Следовательно, считают сторонники теории эволюции Они были в большей степени подвержены эрозии, чем скальные породы Однако, при соответствующих условиях, вода может размыть самые твердые горные породы Например, граниты на дне Великого каньона Это происходит под действием кавитации Кавитация — процесс измельчения горной породы потоками воды, скорость которых превышает 30 метров в секунду Вода, наталкиваясь на неровности бедрака, то есть коренной подстилающей породы русла Образует завихрение, в результате появляются вакуумные пузырьки, мириады которых бомбардируют поверхность бедрака Образно говоря, превращают камни в пыль Недавний пример быстрого разрушения каменного ложа от кавитации — плотина у каньона Гленн в верхнем течении реки Колорадо в непосредственной близости от Великого каньона Обильные снегопады в конце весны 1983 года привели к избыточному стоку талых вод в озеро Пауэлл Вода поступала со скоростью 4 кубических метров в секунду Такой мощный поток угрожал прорывом плотины каньона Гленн Чтобы этого не произошло, турбины электростанции заработали на полную мощность, пропуская 780 кубических метров воды в секунду Были открыты переспускные затворы плотины, что позволило пропускать еще 470 кубометров в секунду И все же этого было недостаточно Аварийная ситуация заставила инженеров пойти на риск и открыть водосбросный тоннель И 15 июня левый водосбросный тоннель диаметром 12 метров был открыт для сброса воды со скоростью 360 кубометров в секунду Однако интенсивность потока в нем достигла уровня в 470 кубометров в секунду А 28 июня — 900 С этого момента из тоннеля пошла вода красного цвета А сотрудники электростанции стали ощущать сильную вибрацию тела плотины, как при землетрясении Огромные глыбы бетона и куски скального основания были выброшены потоком воды через тоннель диаметром 12 метров После перекрытия водосбросного тоннеля, группа исследователей обнаружила в нем значительные повреждения от кавитации На внутренней железобетонной стенке тоннеля толщиной 1 метр образовались глубокие каверны В колене, выводящем тоннель наружу, было пробито дно, и дыра глубиной 10 метров, длиной 46 и шириной 12 метров обнажила слои красного песчаника Чтобы устранить такое повреждение, потребовалось 1750 кубометров бетона Стихия нанесла громадный ущерб Скорость разрушения водосбросного тоннеля на плотине каньона Гленн была очень высокой Кавитационное разрушение происходило в тот отрезок времени, когда вода приобрела красный цвет и ощущались колебания почвы Кавитация крошила бетон, сталь и песчаник со скоростью, достигавшей в период пика 28 кубометров в секунду Сила кавитации, едва не погубившая плотину каньона Гленн, могла быть и причиной быстрого появления Великого каньона в результате внезапного сброса огромных объемов воды Но откуда взялась вода и что вызвало ее внезапный сброс? Исследования Великого каньона доктором Брауном дают нам убедительный ответ на этот вопрос Считается, что Великий каньон был прорезан в скалах могучими водами реки Колорадо за несколько миллионов лет Но если пролететь на самолете, то можно заметить странное несоответствие огромной ширины каньона и узкой полоски реки На земле нет такой реки, которая даже за миллиарды лет смогла бы пробить столь глубокое ущелье в земной коре Допустим, это произошло, тогда куда были вынесены миллионы кубометров осадочных пород? В устье реки должна была образоваться огромная дельта, но ее нет Более того, в этой части континента геологи не могут обнаружить следов какой-либо древней дельты Возникает вопрос, куда исчез наносной грунт? Над плоской равниной Колорадского плато возвышаются так называемые столовые горы С плоскими вершинами и отвесными стенами Они состоят из горизонтальных пластов, наслоение которых произошло быстро Какая-то сила срезала километровую толщу более мягкой породы, которая была на том месте, где мы сейчас находимся Итак, требуется объяснить, куда делись огромные объемы скальных пород, переработанные в наносные грунты, а затем осевшие на площади в десятки тысяч квадратных километров Некоторые горизонтальные слои так называемых красных гор образованы наносным грунтом, но разгадка кроется на вершине Верхние части гор состоят из застывшей лавы Лава течет только вниз, под действием силы тяжести Следовательно, на несуществующей ныне равнине были более высокие места И опять же, куда был смыт весь этот грунт? По всей видимости, озеро Гранд-Лейк переполнилось И потоки воды, прорвав скальную перемычку, устремились на юго-запад В течение нескольких недель появился Великий каньон Недалеко отсюда, как считают геологи, находилось еще одно большое озеро, Хопи-Лейк, вобравшее в себя воды Великого потопа Волна, докатившаяся от озера Гранд-Лейк до Хопи-Лейк, размыла его западный берег, вызвав катастрофический сброс огромных масс воды И снова миллионы тонн унесенного грунта осели по всей территории нынешней Аризоны, части Калифорнии и Невады Все больше фактов говорит в пользу библейского потопа Около 4300 лет назад, в результате мощного наводнения, произошло быстрое наслоение осадочных пород, которые вскоре были размыты отступившими водами Так появился Великий каньон Мы также знаем, где осел наносной грунт А теперь, в продолжении нашего рассказа о быстром образовании залежей углей и нефти из растительной массы, погребенной под толщами осадочных пород, в результате Великого потопа, приведем доказательства быстрого захоронения различных живых форм Безусловно, наиболее ярким свидетельством быстрого накопления осадочных пород являются окаменелости, найденные в различных частях света На юго-западе штата Вайоминг, в национальном природном заповеднике Фосилбат, можно увидеть хорошо сохранившиеся окаменелые остатки ископаемых животных и растений Поражает удивительное разнообразие, собранное учеными коллекции ископаемых черепах, пальмовых ветвей, крокодилов, листьев, насекомых Ветвей деревьев с нетронутыми плодами, которые предстают перед нами в первозданном виде В ней есть даже морские скаты, хрящевые скелеты которых, как известно, разлагаются сразу Это доказывает, что захоронение произошло сравнительно быстро, но это еще не все Пожалуй, самое наглядное доказательство остатки сотен миллионов рыб более чем 20 видов В экспозиции музея при заповеднике выставлен фрагмент скальной породы размером 2,5 на 1,5 метра В нем заключены всего несколько ископаемых рыб из Мириада, некогда населявших первобытные моря Удивительно, что полностью сохранились не только их скелеты, но и зубы, тонкие чешуйки и даже кожа Такое количество окаменелостей всегда ставило в тупик геологов-эволюционистов В брошюре, издаваемой научным центром при Национальном парке, можно найти такие разделы Идеальные условия для образования окаменелостей, неразгаданные тайны Названия говорят сами за себя То есть быстрое образование окаменелостей невозможно объяснить, исходя из теории длительных эволюционных процессов С одной стороны, авторы брошюры допускают, что когда-то на этом месте было озеро, в котором животные и растения умерли естественной смертью С другой стороны, все говорит за то, что в нескольких случаях огромное количество рыбы погибло мгновенно Затем авторы фактически приравнивают эти несколько случаев к быстрому захоронению В результате выпадения в осадок карбоната кальция, основной горной породы, в которой оказались замурованными остатки рыб, животных и растений И так, якобы происходило год за годом десятки тысяч лет Более чем странная гипотеза предположить, что огромное количество беспрерывно плодящихся рыб чуть ли не ежегодно уничтожалось очередной катастрофой И это повторялось сотни тысяч раз Палеонтологам давно было пора признать несостоятельность такого сценария, ведь кроме рыб были найдены прекрасно сохранившиеся пальмовые ветви А как известно, пальмы в воде не растут, и их ветви не обламываются от легкого ветра Только катастрофой вселенского масштаба можно объяснить наличие таких окаменелостей Основная порода в заповеднике Фосилбат, как и в районе Великого каньона, карбонат кальция, который образовался в результате взаимодействия вулканических газов и извести, выброшенной с одной стороны Одинаковый минеральный состав, а также точно установленный факт быстрого накопления осадочных пород и захоронения животных и растительных остатков Однозначно указывает на то, что и Фосилбат, и Великий каньон возникли в результате катастрофы планетарного масштаба Великого потопа Есть ли другие подтверждения тому, что Фосилбат ровесник Всемирного потопа? Оказывается, есть Ученые-геологи относят заповедник Фосилбат к иоценовому отделу полиогенового периода, который, как принято считать, имел место 50-60 миллионов лет назад Но из моих работ по углеобразной древесине и составленной по ним таблице сжатия геологических времен, видно, что иоцен укладывается в рамке мирового потопа То есть он закончился несколько тысяч лет назад Несомненно, что Фосилбат возник в результате Всемирного потопа, значит, наша планета очень молода Но это еще не все Вода поднималась в течение 40 дней и не сразу затопила всю сушу Достаточно крупные по размерам наземные животные пытались спастись в первые дни потопа Следы их отчаянной борьбы за жизнь запечатлены в камне Мы находимся в угольной шахте Прайс, штате Юта Это следы динозавров в угольном пласте Удивительно, просто невероятно Как они могли там оказаться? В прошлом, очевидно, этот район был покрыт буйной растительностью До того, как она превратилась в уголь Здесь разгуливали динозавры Но как давно это было? Сколько лет назад жили динозавры? Вот еще один след динозавра Он может рассказать о многом Рядом с ним видны стволы окаменелых деревьев Меньше чем в 30 метрах отсюда находятся окаменелые стволы, которые мы видели раньше Следовательно, возраст древесины совпадает с возрастом динозавров В угольной шахте Прайс мы видели два следа динозавра Есть ли еще следы динозавров в шахтах восточной части штата Юта? Да, здесь их огромное множество В палеонтологическом музее колледжа восточной Юты Представлены экспонаты, извлеченные из угольных шах Вот слепки с отпечатков ног разных видов динозавров Как плотоядных, так и травоядных Чем объяснить скопление этих животных на небольшом пространстве? Чтобы ответить на этот вопрос Давайте посмотрим на схему расположения окаменелости в шахте Кеннелворот На участке, площадью менее 100 квадратных метров Сосредоточено по меньшей мере 8 различных видов отпечатков конечностей доисторических рептилий Которые были обнаружены на сводах штольни На схемах и рисунках вы видите расположение следов окаменелых деревьев Считается, что динозавры оставили эти отпечатки, передвигаясь по болотистой почве Но здравый смысл подсказывает, что этого быть не могло В болоте не остается следов К тому же динозавры оказались вместе не случайно Они пытались спастись от наводнения Эти рисунки поясняют, как могли образоваться следы динозавров Именно во времена Всемирного потопа И почему они сохранились в каменоугольных пластах До наводнения древняя суша была покрыта пышной растительностью Затем полили непрерывные изнурительные дожди Начались мощнейшие извержения подводных вулканов Подводные землетрясения вызвали огромные волны цунами Которые смыли часть растительности с поверхности земли в наступавшее море Откатившись, они оставили после себя слои растительных остатков в виде мощных наносов Непрекращающаяся вулканическая деятельность сопровождалась небывалыми по высоте приливами и отливами После которых поверх слоя мертвой растительности оставались осадочные грунты Динозавры, будучи крупными животными, смогли пережить первый удар водной стихии, спасаясь на возвышенностях С наступлением отливов, животные устремлялись на поиски пищи и более безопасных мест, оставляя свои следы в еще влажном или Своим большим весом они продавливали не только наносной грунт, но и слои омертвевшей органики, которая со временем превратилась в каменный уголь И где бы ни проходили динозавры, они везде оставляли следы, навеки запечатленные в каменном угле Подступавшие воды оттесняли динозавров на возвышенности, где их скопилось великое множество Поэтому можно предположить, что их массовая гибель произошла на ограниченных участках суши И в самом деле, здесь, в палеонтологическом заповеднике в Вернале, штат Юта, находится целое кладбище динозавров Субтитры создавал DimaTorzok Теперь уже можно сделать некоторые выводы относительно возраста динозавров и ископаемых рыб Здесь, в музее динозавров, читаем подпись под экспонатом Это скелет рептилий, обитавший на Земле 145 миллионов лет назад, относится к Юрскому периоду Но мы-то с вами знаем, что это не так Вспомните, к какому выводу мы пришли, изучая каменелую древесину Все, что ученые относили к Эоцену, Меловому, Юрскому, Триасовому периодам Произошло всего несколько тысяч лет назад Таким образом, и динозавры, и ископаемые рыбы обитали на Земле совсем недавно И погибли во время Великого потопа несколько тысячелетий назад Сейчас, возможно, многие зададутся вопросом, как эти поразительные выводы согласуются с эволюционной моделью развития Земли Ведь с помощью радиологических методов установлено, что основные материковые породы, граниты, формировались в различные геологические периоды И на это ушли миллиарды лет Известно также, что возраст окаменелости в осадочных породах, подсчитанные по методу радиоуглеродного анализа, составляет сотни миллионов лет Оба эти утверждения в корне неверны Ни граниты, ни окаменелости не соответствуют подсчитанному таким способам возрасту Бытующие в ученых кругах мнения об их древнем происхождении никогда не было научно установлено фактом Исследователи черпали фактологический материал исключительно из лабораторных экспериментов Радиоуглеродный анализ — это не более чем простая арифметическая выкладка Вся лабораторная методика сводится к измерению соотношения свинца и остаточного урана При расчетах некоторые переменные априори считаются константами Например, скорость радиоактивного деления Возраст геологической породы вычисляется по формуле Соотношение свинца к урану, умноженное на постоянный коэффициент скорости В лаборатории можно достоверно подсчитать только массу урана и свинца И если в этом уравнении скорость не является константой, а имеет переменную величину То понятие геологического возраста теряет всякий смысл По теории эволюции, граниты образовались в результате медленного охлаждения в течение миллиардов лет Время охлаждения или предполагаемый возраст устанавливается с помощью измерения количества конечных продуктов радиоактивного распада в гранитных породах При этом считается, что скорость радиоактивного деления была постоянной Поэтому любые факты в пользу быстрого образования гранитов, то есть их божественного сотворения Исключают эволюционистскую предпосылку о неизменности величины скорости распада Отсюда следует, что утверждения о древнем возрасте гранитов несостоятельны На самом деле, быстрое образование гранитов научно доказано В толще этого минерала находят следы распада одного неустойчивого радиоактивного элемента в виде удивительных разноцветных сфер Подобным же образом пузырьки воздуха, которые выделяются при растворении таблетки алкозельцера, остаются в стакане с водой, если ее мгновенно превратить в лед Микроскопические следы нестабильного радиоактивного изотопа остались в гранитах только потому, что эти горные породы были сотворены мгновенно и сразу же затвердели Если эти минералы, как утверждает теория эволюции, образовались в результате медленного охлаждения, то продукты радиоактивного распада давно исчезли бы в расплавленной магме, не оставив после себя никаких видимых следов В гранитных породах, разбросанных по всему миру, заключены доказательства их мгновенного сотворения Более того, следы радиоактивного деления в породах, которые датируются разными геологическими эпохами, указывают на то, что все они возникли одновременно Временные рамки геологических периодов сужаются Если гранитные породы возникли практически мгновенно, то как подсчитать возраст Земли? Неопровержимые научные данные заставляют пересмотреть общепринятую периодизацию геологических эпох в сторону сжатия их временных границ Возраст гранитов, подсчитанный радиологическим методом и составляющий от 80 миллионов до 4 миллиардов лет, сильно завышен Граниты из Йосемитского заповедника, Великого каньона, из Японии, Индии, Европы, России или Канады Все они возникли одновременно Мы не утверждаем, что Земле 6 тысяч лет Но мы располагаем данными, которые согласуются с этой гипотезой и опровергают теорию возникновения нашей планеты несколько миллиардов лет назад Мы с вами рассмотрели небольшую часть из множества научных доказательств в пользу библейской картины сотворения Земли в недавнем прошлом и Великого потопа Но уже на основании этих фактов можно прийти к однозначному выводу Следы радиоактивности в окаменелых деревьях меняют наше представление о продолжительности геологических периодов, которые длились не сотни миллионов, а тысячи лет Наступление всемирного потопа объясняет быстрое накопление растительной массы, из которой впоследствии образовались обширные залежи нефти и угля Недавнее возникновение каменного угля и открытие методов его синтеза в лабораторных условиях равно как и формирование запасов нефти в Гуаймасском бассейне на побережье Калифорнии в наши дни указывают на молодой возраст Земли Массовое захоронение останков сотен динозавров Свидетельство предсмертной агонии обреченных животных в попытке спастись от наступавших вод всемирного потопа Избыточное содержание гелия в образцах гранитных пород с больших глубин Конкретное доказательство того, что земная кора сформировалась сравнительно недавно И так, теория древней эволюционирующей Земли не выдерживает никакой критики Более того, каменные летописетворения, запечатленные в гранитах, о которых в Библии сказано, что это основания Земли, подтверждают, что они появились одновременно Предположение о неизменности темпов радиоактивного распада, на котором подстроена вся методология определения возраста Земли, не соответствует действительности И временная шкала оказалась более сжатой, чем представлялась раньше Значит, 4,5 миллиарда лет эволюции Земли не более чем научный миф Теперь окончательно ясно, что система убеждений каждого человека, ознакомившегося со всеми приведенными научными фактами, должна строиться на неприходящих истинах Священного Писания Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил Фильм подготовлен Американским Адвентистским Телерадиоцентром и Христианским Телерадиоцентром «Голос надежды» Тула, Россия Каменная летопись творения Ведущий Лонни Милашин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Многие теории пытаются объяснить, когда и как образовалась наша планета Но до недавних пор не существовало сколько-нибудь убедительных доказательств их справедливости Однако последние открытия произвели переворот в науке и заставили многих ученых рассмотреть модель развития Земли, ранее казавшуюся невероятной Подтверждение этой новой сенсационной теории найдено глубоко под землей, под слоями осадочных пород В древнейших геологических формациях, гранитах Содержащиеся в них крохотные частицы радиоактивного вещества Оставили в гранитных породах четкие следы, имеющие сферическую форму Определив диаметр сферы, ученые могут точно сказать, атомы каких элементов их излучали Ученый из Соединенных Штатов Америки, доктор Роберт Джентри, изучил более 100 тысяч подобных структур И среди них обнаружил вид ореола, который, если исходить из теории эволюции, не должен был присутствовать в гранитных породах Такое было просто исключено Но многолетние опыты и исследования подтвердили, радиогала действительно существуют Я обнаружил кольцевые структуры полония в образцах гранитных пород из Америки, Канады, Скандинавии, Европы, России, Японии и Мадагаскара Это явление совершенно необычно, потому что изотопы полония очень неустойчивы Время жизни полония 218 всего несколько минут, после чего он превращается в другой изотоп Однако этот радиоактивный элемент оставил после себя в твердых гранитных породах четкий след Характерную светящуюся окружность, особенно заметную в образцах породы из белых гор Нью-Гэмпшира и Найги в Японии Эти окружности можно наблюдать, рассматривая под микроскопом тончайший срез минерала темного цвета Известного под названием мико, одного из видов гранита С помощью мультипликации можно представить себе, как образовались трехслойные кольцевые структуры полония 218 Которые хорошо видны под микроскопом Из точечного центра расходятся лучи, концы которых образуют светлые круги Следы трех разных по энергии ядерных частиц, последовательно излучаемых из одного центра Тремя разными изотопами полония Под воздействием миллионов таких частиц изменился цвет минерала Образовались три концентрические цветные сферы В минерале кольцевое свечение объемно Однако микроскоп дает плоскую картину Так как сделав срез через центр сферы, мы отсекаем ее верхнюю и нижнюю части И получаем изображение ореола в виде трех концентрических образований Все современные теории утверждают, что граниты, в том числе и этот образец из Пайкспика в Колорадо Возникли на больших глубинах в результате охлаждения и кристаллизации расплавленной магмы В течение миллионов лет Но если это так, то радиоактивные частицы полония не могли оставить след в гранитных породах Распад изотопов полония должен был произойти намного раньше затвердевания гранита Вкрапления полония уже находились в самой толще породы, когда шел процесс ее формирования Но следы излучения отпечатались после затвердевания А если вспомнить, что время жизни полония несколько секунд или минут То можно прийти к поразительному заключению Кольцевое освещение изотопов полония Свидетельство того, что древнейшие материковые породы, граниты, образовались почти мгновенно Другого научного объяснения этому явлению не существует Сын доктора Роберта Джендри Дэвид, его помощник в исследовательской работе Мы можем наглядно показать, как возникает кольцевое освещение Представьте, что эта таблетка алкозельцера — частица полония А стакан воды — расплавленная гранитная масса Я бросаю таблетку в воду, и она начинает шипеть Пузырьки воздуха в данном случае — это излучение вкраплений полония в гранитной породе Гурное выделение газа прекратится приблизительно через полминуты И у нас останется просто стакан воды с небольшим привкусом Как сделать так, чтобы пузырьки не исчезли? Можно попробовать поставить стакан в холодильник Через какое-то время вода, естественно, превратится в лед Что-то похожее предлагает нам и теория эволюции Расплавленная магма медленно остывает, образуя гранит Но, как вы, конечно, поняли, пузырьки исчезнут задолго до того, как остынет вода То же самое произошло бы при медленном охлаждении гранита Излучение частицы полония столь скоротечно, что оно не могло бы запечатлеться в камне Теперь я покажу вам стакан со льдом, в котором видны пузырьки воздуха Для этого вода должна была превратиться в лед мгновенно Мы сделали это с помощью стоп-кадра Аналогичным образом, наблюдая кольцевое свечение Мы можем с полной уверенностью утверждать, что его образовали определенные атомы полония Вплавленные в толщу гранита, затвердевшую мгновенно Поразительное заключение Если прав доктор Роберт Джентри То все положения теории эволюции о том, что Земля формировалась миллионы и миллиарды лет, неверны Все говорит в пользу библейской картины сотворения мира Можно ли считать выводы доктора Роберта Джентри бесспорными? Может он просто ученый-одиночка, проводивший исследования в изоляции от научного мира? Смогли бы другие ученые убедительно опровергнуть результаты его исследовательской работы, если бы они стали достоянием научной общественности? На самом же деле, большую часть своих экспериментов доктор Джентри провел в Акриджской национальной лаборатории штата Теннесси О сделанных им открытиях писали ведущие мировые научные журналы Science, Nature, Вестник геофизики, Земля и космос, Проблемы современной физики, Ежегодные обзоры ядерной физики Статьи, публикуемые в этих изданиях, предварительно рецензируются То есть, другие ученые, работающие в той же области, тщательно проверяют представленные данные и корректность проводимых экспериментов До сих пор никто из них не смог опровергнуть заключение доктора Джентри В декабре 1981 года доктор Роберт Джентри был вызван в суд в качестве свидетеля Рассматривался вопрос о попытке запретить преподавание науки о сотворении в государственных школах штата Арканзас Доктор Джентри представил данные о кольцевых структурах полония в качестве доказательства мгновенного образования гранитов Союз гражданских свобод пригласил одного из ведущих мировых ученых-геологов доктора Брента Даллимпла Свидетельствовать в защиту теории эволюции Однако, вместо убедительных научных аргументов, опровергающих открытие доктора Джентри Его оппонент ограничился отговоркой, сказав, что это всего лишь маленькая тайна природы, которую мы пока не можем объяснить Чтобы оценить значимость революционного открытия доктора Джентри, давайте сделаем небольшое отступление На чем базировалась раньше методология определения возраста Земли? На принципе радиоактивного распада Трансурановые элементы, такие как полоний и уран, неустойчивы Их ядра распадаются, испуская альфа-частицы С течением времени нестабильные атомы последовательно превращаются в новые стабильные химические элементы Например, уран, свинец Наблюдения показали, что в настоящее время скорость распада радиоактивных элементов является постоянной Отсюда геологи сочли корректным определять возраст Земли на основе расчета времени радиоактивного распада Они могут точно установить время ядерных превращений в каждый последующий элемент И определить возраст горных пород, исходя из того, что скорость деления всегда была неизменной Современное оборудование позволяет обнаружить следы, например, урана в граните И точно сказать, сколько урана превратилось в свинец Затем, используя в расчетах постоянный коэффициент скорости распада, они определяют время начала процесса деления Это, по их мнению, и есть точка отсчета Небольшой фрагмент гранитной породы помещен в этот прибор Он называется ионный масс-спектрометр С его помощью можно определить соотношение массы урана и свинца в данном образце Согласно общепринятой теории, образцу гранита, помещенному в прибор, около миллиарда лет Насколько это верно? Все способы подсчета геологического возраста основаны на том же принципе В отчислении соотношения масс урана и свинца Нынешние значения скорости радиоактивного распада считаются величиной постоянной и экстраполируются в прошлое Бесспорно, что значение скорости радиоактивного распада неустойчивых элементов Последнее время не менялось Это научно установленный факт, как и соотношение урана и свинца Однако, утверждает доктор Джентри, так было не всегда Все современные методы определения возраста Земли Основанные на постулате То, что мы наблюдаем сейчас Было неизменным от начала времен Это так называемый принцип инвариантности Который гласит, что все явления Можно объяснить законами природы И что сверхъестественных явлений по воле Бога не происходило Еще один наглядный пример поможет понять, как ученые определяли возраст Земли Представьте, что вода из этого крана капает со скоростью равной скорости превращения урана в свинец Ведро наполняется водой, подобно тому, как свинец накапливается в гранитных породах, образующих земную кору Можно точно подсчитать, сколько капель вытекает из крана в течение минуты И измерить общий объем воды Сделав эти вычисления, мы узнаем, как долго ведро наполнялось водой Все предельно просто А что, если в какой-то момент из крана хлынула струя воды? Нет никаких оснований утверждать, что, зная современные соотношения урана и свинца в гранитных породах Можно определить возраст геологической формации Если только время распада урана не оставалось на протяжении всех времен абсолютно неизменным Кольцевые структуры полония убедительное свидетельство того, что в какой-то момент прошлого Принцип единообразия был нарушен Случилось нечто совершенно необычное Возможно, именно это событие и повлекло за собой изменение скорости радиоактивного распада Чтобы понять, что же произошло, вспомним, как были открыты кольцевые структуры полония То есть, каким путем было установлено, что они отличаются от кольцевых структур, образующихся при распаде урана Большинство из них представляют собой концентрические окружности с расцвеченными границами Они похожи на мишени для стрельбы в тире Каждая окружность — след определенного атома в цепи распада урана Исходный атом урана испускает альфа-частицы, которые проходят строго определенное расстояние Оставляя характерный ореол, свойственный только этому виду атомов Также ведут себя в процессе распада и все другие элементы Концентрические окружности — наглядное свидетельство процесса деления урана Однажды я с удивлением обнаружил ореолы изотопов полония Все указывало на то, что исходным элементом был именно полоний, а не уран Такого быть не могло В природе полоний существует только как промежуточный элемент в цепи распада урана Этот нестабильный атом образуется на последнем этапе перед превращением урана в свинец На сегодня известно только то, что полоний не существует вне рамок процесса деления урана Но под микроскопом можно наблюдать нечто удивительное Послание из прошлого Полоний — загадка для современной науки Это был реликтовый полоний, элемент, который существовал с начала времен Другое исключено Одно из самых достоверных доказательств в пользу древнего полония Как источника кольцевых структур в гранитных породах Было получено мною с помощью ионного масс-спектрометра Этот прибор проводит анализ мельчайших частиц породы тонким лучом ионов Эксперимент был поставлен так, что пучок ионов бомбардировал центр окружности, выбивая из него отдельные атомы, которые затем были исследованы на магнитном спектрометре Было обнаружено большое число кольцевых структур полония-218 Я пришел к однозначному выводу Центры кольцевых структур полония-218 содержали свинец-206, прямой продукт распада полония-218, но без следов деления урана Полученные результаты подтверждают, что источником полониевых кольцевых образований в гранитах был реликтовый полоний Кольцевые структуры не просто указание на то, что граниты, в которых они обнаружены, появились на Земле почти мгновенно Процесс их образования в прошлом значительно отличался от современных процессов Открытия доктора Джентри имеют далеко идущие последствия для теории радиоактивного анализа Если скорости ядерного распада с течением времени менялись, тогда общепринятая методика подсчета геологического возраста Земли теряет всякий смысл Кольцевые образования полония указывают на то, что гранитные породы образовались под воздействием сверхъестественных сил Это прямое доказательство несостоятельности принципа инвариантности Законами естествознания нельзя объяснить, например, кольцевые структуры полония Бог творил чудеса, создавая в мгновение ока толщи гранитов Принцип единства и многообразия мира всегда был краеугольным камнем теории эволюции Открытие доктора Джентри поставило его под сомнение Нависла угроза над всей эволюционной картиной мира, которая в течение полутора столетий доминировала в научных кругах Иными словами, кольцевые структуры полония и принцип единообразия взаимоисключающие понятия Какова же была реакция научной общественности на публикации доктора Джентри? В начале многие убежденные ученые-эволюционисты попытались опровергнуть существование колец полония Одна маленькая загадка, заявляли они, не может перевесить чашу весов Ведь в пользу теории эволюции говорит столько фактов Вот мнение профессора химии доктора Брюса Холлмана из Лютеранского колледжа штата Рисконсин Любая теория образования Земли должна содержать научное объяснение наличия кольцевых структур полония в гранитах Если бы Земля остывала в течение миллионов лет, то следы полония не могли быть обнаружены Здесь возникает противоречие Оно вполне разрешимо, если исходить из библейского описания процесса сотворения мира Роберт Джентри публиковал свои работы в течение многих лет Результаты его исследований полония в их колец периодически появляются в научной литературе В течение вот уже четверти века Они не были опровергнуты даже в ходе судебного разбирательства в штате Арканзас Меня удивляет нежелание научной общественности сделать его работы предметом широкого обсуждения в стране Где можно свободно проводить любые научные исследования И я считаю нашим долгом придать широкой гласности результаты работ доктора Джентри Почему же эти открытия не вызвали дискуссии в научных кругах? Задача науки проверять любые гипотезы с помощью экспериментов Так были открыты основные законы физики и химии Доктор Джентри получил свои результаты также опытным путем Если они не верны, то почему же до сих пор не было ни одной публикации в солидных научных изданиях с опровержением этих выводов? Эволюционисты готовы бы и их подвергнуть сомнению, имея они на руках Убедительные доказательства своей правоты Но они не хотят заострять внимание на этом вопросе Чтобы ненароком не раскрыть самую большую тайну современной науки Эволюционисты сделали колоссальную ошибку, построив всю теорию развития Земли Не имея на это веских научных доказательств На одном постулате, что граниты образовались естественным путем Шаткость их позиции нашла отражение в выступлении известного ученого-геолога На международном симпозиуме по вопросу о происхождении гранитов в 1947 году Господин председатель, дамы и господа Я рад принять участие в подобной дискуссии по двум причинам Во-первых, газеты и радио ежедневно ставят перед нами проблемы, не решив которые, мы окажемся в тяжелой ситуации Сейчас мы обсуждаем старый как мир вопрос С тех пор, как существует наука геология, ученые не могут прийти к единому мнению о происхождении гранитов Ничего страшного не случится, если этот вопрос так и останется открытым Сборник научных статей о происхождении гранитов Американское геологическое общество Фитц-Осборн Университет Лаваля, Монреаль Однако геологам не мешало бы задуматься над происхождением гранитов еще до открытия кольцевых структур полония А не проявлять такое безразличие Это минерал реолит Он образуется при медленном выдавливании остывающих гранитных пород с больших глубин Реолит состоит из мелких кристаллов белого цвета В отличие от него, гранит — крупнокристаллическая порода с темными включениями, которые содержат следы распада полония Ученые предполагали, что граниты образовались в результате медленного остывания глубоко под землей Но реолит опровергает эту версию Данный минерал образовался в результате медленного охлаждения на глубине 560 метров И состоит только из мелких кристаллов, это не гранит Так геологи были вынуждены признать, что граниты образовались на еще больших глубинах В 60-е годы ученые-исследователи пробовали расплавить небольшие кусочки гранита А затем медленно охлаждать их при температуре и давлении, соответствующих условиям больших глубин Вот результаты эксперимента Этот образец состоит только из мелких кристаллов, точь в точь, как реолит В нем нет крупных или темных кристаллов И это уже не гранит Полоневые кольца в гранитах — доказательство их божественного сотворения А не результат естественных процессов Гранит запечатлел следы творца А реолит и лабораторные образцы — всего лишь пустая порода Все очень просто Несмотря на полученные данные, даже в 80-е годы в вопросе о происхождении гранитов среди ученых не было единодушия Симпозиум геологов 1987 года, как и симпозиум 40-летней давности, закончился на пессимистической ноте Дискуссия показала, что мы вынуждены возвращаться к одним и тем же вопросам Надеюсь, через 100 лет происхождение гранитов уже не будет предметом обсуждения Так заявил профессор Фефе с геологического факультета Университета Западного Антарио, Канада Но и 4 года спустя симпозиум в Хаттоне по вопросам происхождения гранитов и гранитообразных пород Так и не оставил надежды на скорое завершение дискуссии Геолог доктор Эндрю Снеллинг из Христианского научного фонда Австралии Изучает морфологию гранитов с точки зрения теории сотворения мира Чтобы объяснить происхождение гранитов Давайте посмотрим, как выглядят залежи этого минерала в природе С какими породами он соседствует Например, здесь, в Южной Калифорнии Гранит залегает на обширных пространствах площадью сотни квадратных километров Можно наблюдать странное сочетание разных пород в одном камне Которое никак нельзя объяснить с точки зрения здравого смысла Вот здесь вы видите темные пятна неправильной формы с четкими границами Которые резко отличаются по цвету от основной породы А в других местах светлые прожилки Возникает вопрос А может эта порода состоит из двух или даже трех отдельных компонентов? Тогда как объяснить, что в расплавленном состоянии эти вещества не смешались? Возникает вопрос Можно ли каким-то иным образом объяснить происхождение скарьных пород? Я считаю, да Достаточно взглянуть на эти камни В самом деле, могли ли они образоваться быстро, внезапно? Для взаимопроникновения разных видов минералов не было времени Диффузии не произошло так же и потому, что все процессы протекали при достаточно низких температурах Это напоминает библейскую картину сотворения, описанную в книге Бытия Может и эти камни появились в начале творения В Библии сказано, что в начале Бог сотворил небо и землю Он создал сушу, а значит и граниты Они несут в себе следы божественного происхождения И это не вызывает никакого сомнения Очень важно, что мы можем изучать гранитные месторождения Не только в полевых условиях Но и увидеть под микроскопом следы радиоактивных частиц Это удивительное свидетельство тайны мироздания И мощный аргумент в пользу сотворения мира Подобно застывшим пузырькам воздуха в стакане со льдом Следы радиоактивности, возникшие из ниоткуда всего на несколько мгновений Указывают на создателя В момент, когда появились эти скалы Произошло нечто сверхъестественное Вопреки всем современным законам физики Свидетельство тому кольца полония Маленькая тайна мироздания Запечатленная в граните Но тайна лишь для тех, кто упорствует во мнении, что Земля существует миллиарды лет Ученым же, для которых Библия — исторический документ Все предельно ясно Структуры полония есть подтверждение недавнего сотворения нашей планеты Вначале сотворил Бог небо и землю Ибо Он сказал и сделалось Он повелел и явилось Следы излучения полония — это убедительное свидетельство того, что основные материковые породы Земли, граниты, были сотворены в одно мгновение Для доктора Джентри эти светлые кольца как отпечаток божественной руки Символ сотворения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok